Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации, в беседе с представителем армянского СМИ заявил, что у России позиция ведущей мировой державы, от которой зависели и будут зависеть те страны, которые раньше входили в её состав. Надо понимать, что без России ни Армения, ни Азербайджан, ни Украина не будут существовать. Политолог Расим Мусабеков считает, что представитель Госдумы не имеет права выступать с подобными заявлениями. «Ни родство с графами Толстыми, чем всё докичится этот субъект, ни его высокий рост, ни громкий голос, ни занимаемый пост не дают основания выступать с подобными суждениями в публичном пространстве», — считает политолог Расим Мусабеков. Ведь история, к которой апеллирует Пётр Толстой в обосновании притязаний на протекторат в отношении территорий, в прошлом входивших в состав Российской империи и СССР, помнит многое. «К сожалению, подобного рода заявления звучат не только из уст господина Петра Толстого. А до этого мы слышали, как заместитель, председатель экономической комиссии Делягин Михаил вообще угрожал нанесением ракетно-ядерного удара азербайджанским объектам нефтяной инфраструктуры. Это вообще безумие. Господин Затулин, заместитель председателя комитета по делам СНГ Российской Госдумы, откровенно делал заявления, которые ставили под сомнение или откровенно призывали Россию поддержать отделение Карабаха от Азербайджана, то есть территориального расчленения Азербайджана. В то время как в наших подписанных с Россией договорах есть обязательства по уважению территориальной целостности друг друга и поддержке в этом смысле друг друга. Милонов, тоже член правящей партии «Единая Россия», неоднократно противозаконно проникал на территорию Карабаха и имел сомнительные деловые отношения с представителями правящей там военной хунты. И все это на фоне того, что у нас сотрудничество с Россией, союзническое даже взаимодействие. У нас подписаны протоколы о сотрудничестве с Российской Госдумой. У нас есть совместный комитет с Мелемячлисой и Федерального собрания России. И, конечно же, подобного рода, ну скажу, высокомерные, совершенно недопустимые заявления из уст одного из руководителей Российской Государственной Думы. Дивидендов России и ее, скажем, политики не приносит, но существенно отягощает наше сотрудничество с Российской Госдумой. И мы не можем абстрагироваться от подобного рода заявлений. Напугать или тем более оказать воздействие на политику Азербайджана, сбить его с пути независимости, укрепления суверенитета, территориальной целостности невозможно. Но вот то, что подобного рода заявления могут оказать негативное воздействие на наше двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество и добрососедство, да, к сожалению, они свой негативный отпечаток накладывают. Хорошо бы руководителям Российской Госдумы задуматься и о подобных последствиях, невыдержанных и высокомерных выступлений своих представителей.